На все 100 с Дмитрием Дерунцом Наши координаты вайбер и ватсап 8-9-2-5-2-2-2-2-93-2 СМС-портал 5533 в начале слова спорт Страница спорт.фм вконтакте и там раздел на все 100 В общем приличные и привычные для вас наши координаты И сегодня обсуждаем такую жизненную тему О которой многие еще пока что и не задумываются Потому что в разгаре середина ноября Целые полтора месяца еще до новогодних праздников Которые последние несколько лет получаются у нас очень долгими Но на эти новогодние праздники Те кто живут в Москве в столичном регионе И те кто приедут в Москву А туристический поток на новогодние праздники огромен И именно прежде всего в Москву, Санкт-Петербург, в Хазань, в Сочи, в Великий Устюг Мы это все прекрасно понимаем Так вот все эти люди могут остаться без нормального посещения спортивных мероприятий Это важно Довелось мне проанализировать Смотрим мы на Спорт.ФМ вдаль, вглубь Готовимся уже к январю Как там распределять события Что же будет интересного в январе на январские праздники Те самые долгие, которые продлятся у нас Ну, считайте, целиком всю неделю Она будет чуть меньше Там до 9 января будут праздники Не как обычно до 10, до 9, но не важно Тем не менее, все равно отдыхаем вполне себе 7-8-9 дней Там по-разному у кого В зависимости от того, у кого последний рабочий день Ну, я думаю, что у большинства 30 декабря И то 30 декабря, пятница Уже будет таким разминочным днем Перед празднованием Нового года Мы все это прекрасно понимаем Итак, начал я анализировать график Как нам работать Спорт.ФМ, в том числе, в эти новогодние праздники А мы, безусловно, без работы не останемся И вас без анализа и информирования О всех происходящих спортивных событий Не оставим тоже Так вот, что новогодние праздники прежде всего Молодежный чемпионат мира Он в этом году в Торонто и в Монреале Там же, то есть в Торонто, там же, где был Кубок мира по хоккейю То есть глубоко ночью проходит Соответственно, что у нас еще было Всегда традиционными, такими Привычными нашими мероприятиями Матч английской премьер-лиги Этап очередной, как правило, в Оберхофе Кубка мира по биатлону Ну и, конечно, матчи континентальной хоккейной лиги Так вот, ни одного матча КХЛ В столичном регионе В праздничный период не будет И словно насмешка В первый же рабочий день 9 января в понедельник Игра ЦСКА-СКА Как такое можно было допустить? Итак, Москва осталась без больших Спортивных событий на длинные Новогодние праздники Потому что, помимо матча КХЛ Нет ни одного баскетбольного матча Даже худо-бедно Нынешнем новом графике Евролиги Не довелось ЦСКА сыграть Домашнюю встречу Баскетбольному ЦСКА Домашнюю встречу в новогодние праздники И в Единой Лиге ВТБ армейцы Тоже играют на выезде в Минске Как так получилось? И ваше отношение к этому? Четыре варианта ответа Кошмар! Ни на хоккей, ни на баскетбол не сходить А ведь можно было выбраться всей семьей Второй вариант Несправедливо! В столицу на праздники едет много туристов Со всей страны Им хотелось бы сходить на большой спорт Посмотреть на современные арены Третий вариант Правильно! Стадионы заняты под елки И прочие новогодние представления Так и должно быть Четвертый вариант Логично! В новогодние праздники Надо самому спортом заниматься По паркам гулять То есть еще раз вопрос Ваше отношение к тому Что в Москве В ближайшие длинные новогодние праздники Не будет вообще Профессионального серьезного спорта Практически, да? Это правильно или неправильно? Ну чуть-чуть мы распространили Четыре варианта ответа Два за такое За такое течение обстоятельств Ход событий И два варианта Категорически против Того, что будет происходить Голосуйте! Голосование уже на нашей странице ВКонтакте Еще раз скажу Четыре варианта ответов Ну а прямо сейчас Давайте послушаем Как раньше проходили Новогодние праздники В столичном регионе Какие события Можно было посмотреть Вспомнить все Новогодние праздники Наш народ не просто любит А обожает Но почему-то так Исторически сложилось Что в одном ряду С тазиками Оливье Километрами Ярлянды украшений Бесконечным просмотром Телевизора Подарками И многодневным Ничего не деланием Нет места Спортивным событиям Максимум Поход на каток Коих в Москве В последние годы Предостаточно Или просмотр Английского Боксин Дэй При этом Спортивная жизнь В столице Не останавливается Даже когда вся страна Без устали празднует И потребляет дюшес Правда зачастую Профессиональным клубам Приходится отчаянно Отвоевывать площадки У организаторов Бесконечных елок Регулярный чемпионат КХЛ В прошлом сезоне Брал паузу С 30 декабря По 3 января А 4 в Москве Состоялось Аж два матча Один из которых С очень громкой вывеской Динамо СКА ВТБ арена Собрала в итоге Почти аншлаг Более 10 тысяч Зрителей За игрой ЦСКА и Сочи С трибун Наблюдали 5 тысяч Болельщиков Что также является Отличным показателем Для арены Имени Всеволода Боброва Спустя пару дней Навстречу армейцев С локомотивом И вовсе были распроданы Все 100% билетов В предыдущие сезоны Домашние игры ЦСКА В новогодние праздники Также вызывали Повышенный интерес То же самое Можно сказать И про Спартак А вот Динамо В предыдущие годы Как-то не выпадало Играть домашние Праздничные матчи В тогда еще Лужниках Помимо хоккея В самом начале января В Москве Можно было сходить И на баскетбол На прошлогоднюю Рождественскую встречу ЦСКА С мадридским Реалом В рамках Евролиги Пришло посмотреть 5 тысяч человек А вот игра армейцев С Астаной В единой лиге ВТБ Вызвала интерес Только у 2 тысяч зрителей Вот приблизительно Так выглядела Картина Спортивных мероприятий В новогодние праздники В Москве В предыдущие годы И еще раз Констатируем факт Обратите внимание Как хорошо Ходили на хоккей Друзья Многие тут пишут В комментариях Что Москва Пух земли Да зачем вы об этом говорите Да я прекрасно понимаю Что слушают нас Во многих городах Но я кстати Спрашиваю в том числе И у жителей других городов Кому-то Больше повезло С календарем Континентальной хоккейной лиги Например То же самое Динамо и Спартак Отправляются Они же где-то-то играют Правильно Отправляются играть Как раз Новосибирск Омск У меня такой вопрос К вам Кто слушает нас В Сибири И кто уже Планирует Свои новогодние праздники Вы пойдете На спорт На тот спорт Который будет В ваших городах Просто еще раз Подчеркиваю Никогда Такого не было Чтобы в огромном Столичном регионе Еще раз скажу Бог с ним Вы не думайте О том Что я пекусь Как-то исключительно О московских болельщиках Хотя и о них Тоже их много Но вы подумайте Каков туристический поток На эти самые Длинные новогодние праздники Сколько коби Уже было сломано О том Нужны или не нужны Нам Такие длинные праздники Мол Те же самые запои Алкоголь сплошной И люди выпадают Сначала на полмесяца Официально Потом полмесяца Себя приходит Тут февраль Февраль короткий 23 февраля 8 марта Бац Уже лето На носу А мы только в себя пришли Ну в общем вы понимаете Конечно что я утрирую В любом случае Я наоборот За такие длинные Новогодние праздники В целом От них Бывает действительно Польза И в плане отдохнуть В плане Хорошо провести время На свежем воздухе Если есть хорошая погода Но конечно Спортивные мероприятия Вспомните Как тяжело На них выбраться Всей семьей В напряженном графике Большого города В течении Вот такого Рабочего года И вот В прошлом году Угостили всю публику Матчем Динамо СКА ЦСКА Локомотив Ярославль Невероятные аншлаги Праздничная атмосфера Улыбки на лицах Куча детей Женщин На мероприятии Вот возможность Приучить к спорту Вот она Реальная реклама Профессионального спорта Вот прямые трансляции Красивой картинки На всю страну И тут Мы просто Запарываем Все на корню Оставляя возможность Только прорекламировать Невероятные Наверное По красоте Ледовые шоу Прочие елки При этом Тоже дорогущие Но это все Конечно Тоже надо Но где же Соблюдение Баланса Окей Мы привыкли к тому Что Лужники Вообще На новогодние праздники Ни в коем случае Не спортивная Арена Уже давно Там все Продано Под елки Ну вот вам пожалуйста Это был Ледовый дворец Домашняя арена И для московского Динамо И для Спартака Вам на многие матчи В этом сезоне Двух хоккейных клубов И что мы получаем На ней Проходит В течение Двенадцати дней Уверенное ледовое шоу Челкунчик Если я Не ошибаюсь Поэтому Конечно Конечно Мне кажется Этот дисбаланс Просто Катастрофически Сейчас Бьет По болельщикам В таком огромном регионе Как столичный Прямо сейчас Давайте слушать Мнение разных сторон Идем Встык У нас на связи Руководитель отдела Маркетинга и рекламы Хоккейного клуба Динамо Москва Алексей Борисов Алексей привет Дим привет Итак В прошлом году Давай с прошлого года Начнем Прекрасный был опыт Проведения домашних матчей Для Динамо В новогодние праздники Согласен? Да полностью Не отрицаю Согласен Что же случилось В этом году Почему Насколько заранее Динамо было предупреждено И так ли это было О том что в новогодние праздники На домашней арене Сыграть не удастся Из года в год У нас так получается Что в Москве Все большие арены Они занимаются Шоу Которому дворцу На ВТБ арене Приносят гораздо Больший доход Нежели Спортивные мероприятия И вот мы вместе с вами Сейчас в прямом эфире Приходим К той же самой дилемме Итак что же у нас Насколько у нас Спортивная страна Насколько интересно Чтобы мы Ну в общем действительно Продвигали спортивную идею Или нам Ничего не остается Как В общем Довольствоваться Тем что Предлагают нам Устроители И организаторы Других мероприятий И прямо сейчас У нас на связи Директор спортивно-развлекательных мероприятий Парка легенд Елена Лемперт Елена здравствуйте Здравствуйте Дмитрий Очень приятно Вас слышать в эфире Расскажите пожалуйста Вот Парк легенд Действительно Создан во многом Во многом Для спорта Да Но как-то Спорту Маловато места В парке легенд Оказывается На новогодние праздники Нет Видимо Вы не все знаете Давайте Да Расскажите Да Кроме того Что у нас В ВТБ Ледовом дворце Будет Фигурное шоу Ёлка Скажем так Для детей Взрослых А вербуха Щелкунчик Называется У нас готовится Ряд мероприятий К празднованию Семидесятилетия Отечественного Хоккея И прямо На площади В парке легенд Будет построена Уникальная Ледовая арена Таких аналогов Нету В России Под открытым небом Выполнена По всем требованиям КХЛ И там будут Проводиться Как матчи Регулярного Чемпионата Так И специальные Мероприятия Плюс массовые Катания И конечно же Будет выделено Ряд мероприятий Для любителей Хоккея Именно не Профессионального Хоккея Просто там Любой папа С детьми Даже сможет Прийти Одеть В себе Хоккейную форму Взять В руки Клюшку Это мы все Также выдаем Также у нас Будут работать Тренеры разные Иногда будут Даже звездные Легенды хоккея И будут проводить Мастер-класс И каждый Кто даже Ни разу не играл Могут себя В этом попробовать Кроме этого У нас будут работать Все новогодние праздники Музей хоккея Также единственный В России Мы его открываем Специально Семидесятилетию Отечественного Хоккея И там будет Экспозиция Красная машина Страница истории Так что можно Вдоволь насладиться Поэтому если люди Придут в новогодние Праздники Спортивно-развлекательный Квартал Парк Легенд Они смогут И покататься На коньках И сходить На шоу Авербуха И еще Посетить музей А также На площади Можно будет Пофотографироваться С фигурами Которые Специально Сделаны К этому Празднику К 70-летию В общем Оказаться в сердце Хоккея Ощутить себя Спортсменом И провести Время с пользой На улице И можно сказать В спорте Лен Прекрасно Говорите Красиво Очень замечательно Звучите в нашем эфире Ни в коем случае Не отрицаю Что ваш Комплекс Отказывается от спорта Вообще Но вы же понимаете О чем мы говорим Все-таки Ваша ВТБ Ледовый дворец Является Центральной ареной Для двух Московских клубов И ни один из них Из-за Вот шоу Безусловно связан С фигурным катанием И прекрасного Нашего спортсмена Фигуриста Профессионала В прошлом Илья Вербуха Но все-таки Это шоу А профессионального Спорта Для болельщиков Не будет Надо понять Что вы подразумеваете Под новогодними праздниками Например В конце декабря У многих Уже праздники Начинаются У нас очень много Матчей И КХЛ И Кубок Первого канала Также После Ну вот Тринадцатого По-моему У нас Четырнадцатого числа Тоже матчи То есть в принципе В новогодние праздники Видно спортсмены отдыхают Но перед И сразу после У нас Проходят игры Так что надо Заглянуть на сайт Наши Посмотреть Даты Когда будут проводиться Поэтому и профессиональный спорт Просто праздники У многих Уже с первого декабря Начинаются Поэтому у нас Весь декабрь Матч На сайте Девятого Десятого декабря Лига легенд играет Это да Лига легенд Поэтому я думаю Что можно Что-то подобрать К сожалению Сейчас у меня Вот не открыто Расписание Но я уверена Что у нас Помнят матчи До Прям до Двадцать девятого Двадцать восьмого Декабря Да это Это я знаю Прекрасно Но вот В сами Январские праздники Вы все-таки Сделали выбор В пользу Шоу Нет 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 Это не мы Мы всегда Мы даже не можем Выбирать На самом деле Потому что Мы подстраиваемся Под расписание КХЛ И остальные шоу И концерты Мы ставим Именно в свободные Даты То есть выбор Сделали не мы А именно Организаторы Организаторы Регулярных матчей Так что Выбор не за нами Мы всегда за спорт Хорошо Елена Услышала вас Спасибо большое Директор спортивно-развлекательных Вероприятий Парк Легенд Елена Лемпер Только что В эфире Настаивает В противовес Буквально Руководителю Отдела маркетинга И рекламы Хоккейного клуба Динамо Москвы Алексею Борисову Что именно КХЛ Делает Выбор Не в пользу Домашних матчей Для Динамо И Спартака В дни Новогодних праздников Ну мы же понимаем Прекрасно Что правда Здесь слегка Слегка Не за организаторами Не скажем так Не руководителями Парка Легенд А все-таки За хоккейными матчами Ну и прямо сейчас У нас на связи Заместитель руководителя Департамента культуры Города Москвы Владимир Эдуардович Филипп Владимир Эдуардович Здравствуйте Добрый вечер Новогодние праздники Ждут как всегда Москвичей Ярко Красочно Масштабно Но профессионального Спорта в городе Нет вообще Как так Как вы считаете Почему Почему нет Никакого баланса Я думаю что это вопрос Больше к любителям Спорта И к моим коллегам Из департамента Пискультуры и спорта Мы это за культуру За атмосферу За состояние Праздничное Которое вы говорите Что правда будет ярким И таким дожигать Не сомневаюсь Но вы человек Тоже из спорт Понимаете Это просто Ваше мнение Ваше мнение Интересно Как человека Который В общем тоже Имеет отношение К организации Культурного досуга Культурного досуга Москвичей И гостей столицы В течение праздников Долгих Вот как вы считаете Вот на что нужно делать Упор все таки На массовые Ёлки Дети Или же все таки Спорту Высших достижений Зрелищ Я думаю что все должно быть И мы даже в наших Учреждениях культуры Помимо вот того Что вы сказали Ёлки Концерты Фестивали Арт-объекты Уделяем внимание Физической культуре И культуре здорового Образа жизни Поэтому у нас Несмотря на то Что зима В наших парках Будут проводиться Забеги Марафоны Лыжи И мы завтра В парке Горького Открываем каток И катки С натуральным Искусственным покрытием Голоса И в других парках Поэтому для того Чтобы в формате В стиле здорового Образа жизни Провести новогодние каникулы Московские Учреждения культуры Прежде всего Наши парки Они готовы Ну что же Будем наблюдать Спасибо большое Что вышли на связь Владимир Филиппов Заместили руководителя Департамента культуры Города Москвы Вот видите Несколько мнений Представлены Хоккеисты сетуют Мы не можем Тягаться В финансовом Плане С елками И зрелищными Мероприятиями В сельскими Ледовыми шоу С них Арены Получают Гораздо больше денег Арены Настаивают на том Что мы про спорт Не забываем Ходите на хоккей До январских праздников И после А так Приобщайтесь И сами катайтесь Где же Правда Будем слушать И ваше мнение В том числе Сразу после выпуска новостей Реклама Ну и как тебе твой новый автомобиль? Супер Полный привод Простор Дизайн Очень практично Постой Но ты же хотел спорткар А это и есть спорткар Не веришь? Невероятно Новый F-Pace Первый SUV от Jaguar С характером настоящего спорткара Ведь это Jaguar Только до 30 ноября Он может стать вашим От 3 миллионов 60 тысяч рублей Цена указана с учетом преимущества в 7% При сдаче вашего Jaguar или Land Rover Не старше 7 лет В зачет стоимости покупки Подробности на Jaguar.ru Предложение ограничено Слышали про Зиларт? Да Это такой жилищный комплекс Где многие хотели бы жить Да Но будут жить немногие Там столько мест для прогулок Что уходя из дома с щенком Вы можете обратно вернуться Со взрослой собакой Я посчитал Там 18 детских садов Ребята Берите квартиру И смело трудитесь На благо демографии Звоните 8495-228-2288 Проектная декларация На статье Зиларт.ру Застройщиков ЛСР Объект Эмма Ух ты Как вкусно Я такого мороженого Никогда не пробовала Конечно не пробовала Мы же на фабрике мороженое Пошли еще в пломбир попробуем Да Фабрика мороженого Чистая линия Приглашает на экскурсии Детей и взрослых Наших гостей ждет Самое разное мороженое И увлекательные мастер-классы По его приготовлению Экскурсии платные Подробности на сайте Чистой линии Аудитория 6 плюс Чистая линия Улетное мороженое Улетные экскурсии Не пропустите Кубок конфедерации FIFA 2017 Лучшие команды континентов Чемпион мира Германия И сборная России Сразятся на наших полях Только по карте Виза Купить билеты на матчи Можно уже сейчас Успейте до 17 ноября 2016 года Продажа билетов Через сайт FIFA.com Только лицам старше 18 лет Продавец ООО Чемпионат мира FIFA 2018 Бронирование билетов Москва Улица Народная 7 Виза Интернешнл Сервис Ассоциэйшн Всемирный партнер FIFA Елки зеленые Кто же это вас так Абкарнал-то Дедушка Абкарнал Ты что Совсем у меня Снегурочка Это модная стрижка Чоп-чоп И не называй меня Больше дедушкой Я теперь Хайп Мороз Эталон Инвест Объявляет Новогоднюю скидку 10% На все квартиры Режем все Что отросло Звоните 37 и 5 восьмерок 37 и 5 восьмерок Проектная декларация на сайте эталондефизинвест.ру Телефон рекламной службы Спорт-ФМ 620-46-64 Код Москвы 495 Словарь спорта Джиу-джитсу Это вид единоборства Зародившийся в Японии Как и многие другие Но от прочих его Отличает манера ведения боя На русский Название этого искусства Можно перевести Как мягкий стиль Движение мастера Джиу-джитсу плавное Он не пытается Сломить напор соперника А уступает ему Выжидая момент Когда тот окажется В уязвимом положении Популярный в наши дни Бразильский стиль Джиу-джитсу Довольно далек от классического Так как создан Преимущественно На основе дзюдо От улицы Помечевой До Путилковского Шоссе 50 минут Чтобы добиться топ-результата Нужно работать на тренировках Каждый день Каждый Каждый день на Спорт-ФМ Итоги спортивного дня Топ-спорт С Алексеем Золиным И Артемом Дроздовым Топ-события Топ-спортсмены Топ-результаты Высший уровень Слушай топ-спорт С Алексеем Золиным И Артемом Дроздовым Только на Спорт-ФМ Каждый будний день С 20 часов На все сто С Дмитрием Дерунцом Итак, мы продолжаем проект На все сто И главная дискуссия Сегодняшнего вечера Это что же нам делать Без профессионального спорта В новогодние праздники Еще раз напоминаю, друзья Континентальная хоккейная лига Мы привыкли уже В прошлом году порадовались Когда Прекрасная картинка Заполненные дворцы Динамо СКА ЦСКА Локомотив Несколько лет назад Динамо Спартак Играли в этот день В общем, постоянно В новогодние праздники Та или иная игра С настоящей хорошей вывеской Для столичного региона Была Еще раз повторяю Не только интересы Столичных болельщиков Московских болельщиков Здесь затронуты Говорим в целом О стране Почему? Да потому что Очень многие Приезжают в Москву Для того Чтобы здесь провести время Здесь провести Новогодние праздники Страна большая И Москву повидать Москву, Петербург, Казань Сочи Хочется, безусловно, многим Тем более, что сейчас Как раз внутренний туризм У нас развивается И, сами понимаете В связи с последними изменениями И финансовыми И курсовыми Отдыхать в России Оставаться в России Даже интересно И в целом-то столица Предлагает Очень серьезный Скажем так Разброс мероприятий Для посещения Да, и действительно Здоровый образ жизни Здесь пропагандируется По полной программе Но Как же без Профессионального спорта? Ведь мы таким образом В своем сознании Своими же поступками Задвигаем Профессиональный спорт На какое-то Третье Тире Десятое место И мы его Совсем не рекламируем Мы не рекламируем Его как Семейное мероприятие Потому что Многие болельщики Ну, скажем так Это прежде всего Люди мужского пола В течение регулярного сезона Когда матч начинается В 19.30 Условный четверг Вторник, среду Без разницы Ну, конечно Кто-то с ребенком остался Допустим, в семье Сам мужчина один Сходил Посетил мероприятие Здесь привлечь ребенка Привлечь всю семью Показать супруге Что на самом деле Это не только хоккей Но и большая развлекательная программа Хоккейные клубы Демонстрируют Свои маркетинговые возможности Продают атрибутику Детские комнаты Все это должно работать Именно в длинные праздники На благо развития Того или иного вида спорта И еще раз повторяю В эти новогодние праздники Динамо Спартак ЦСКА Витязь даже Все проводят матчи на выезде И в первый же рабочий день Игра ЦСКА Как плевок в лицо Как насмешка Буквально над интересами болельщиков Которые хотели бы сходить на такой матч Конечно же В выходные Баскетбол Тоже раскрученный клуб ЦСКА Сейчас блестящий Играющий В Евролиге Проводит два матча Один в Мадриде В Евролиге Другой в Минске В внутреннем чемпионате Подмосковные Химки В Петербурге играет Что есть Хоккей с мячом Пожалуйста Если хотите Динамо Старт в Крылатском 5 и 6 января Сами понимаете Какое место Профессиональным И со зрелищной точки зрения Занимает сознание Болельщиков Хоккей с мячом В мини футболе Одна игра пройдет Дина Сыграет домашнюю встречу В женском волейболе Динамо на выезде Мужского волейбола В столичном регионе Тоже не будет В общем нет Ну футбола По понятным причинам Нет Таким образом Профессиональный спорт В провале Ведь в эти же дни Не забывайте Проходит допустим В Европе Турдески Замечательный Знаменитый Праздник Который Ну праздник Для болельщиков Но и при этом Одно Главнейшее наверное Соревнование года Внеолимпийский год Для лыжников И оно проходит Как раз Третьего по десяток Каждый день Какая-то дистанция В европейских Горах Там на европейских трассах Что же мы получаем Что Европа С профессиональным спортом Мы без него Вообще И без рекламы Без пропаганды При этом Ваши отношения Москва осталась Без больших Спортивных событий На новогодние праздники Пока Вариант Кошмар Ни на хоккей Ни на баскетбол Не сходите Ведь можно было Выбраться всей семьей Второе место занимает 27 процентов Голосует за него 38 процентов Что это все логично Новогодние праздники Надо самому спортом заниматься И по паркам гулять А лучше друзья мои Совмещать Подобное Это мое мнение Впрочем мы вышли на улицы Сегодня спросили Просто у людей У прохожих А что вы делаете В новогодние праздники И честно говоря Ответы были неутешительные Давайте послушаем Голос улиц Голос улиц Под елкой Очень хорошо Дома с семьей Отдыхать будем Люди Я психиатр Отравление людьми происходит Я отдыхаю Когда я совсем один Пошел Очень новогодние праздники Я ходил на концерт Органной музыки Здесь в Москве Мне понравилось Очень Ну и соответственно Каток Святое Пью Гуляю На природе Не до спорта Питербол Уже подальше Из этой страны Но выпью Дальше все Как в тумане Голос улиц Не находите Что многовато Ответов Про выпью Про туман Про литербол Как-то маловато Ответов все-таки Про то Что спорт Хочется посещать Хотя Мне кажется Здесь очень важна Именно та аудитория Которая отвечает Был бы спорт Я бы сходил А нет Ну и конечно Особняком стоит Товарищ психиатр Его кстати Зовут Сергей Слеп Великолепная фамилия Нарколог Дал нашей Замечательной Наталье Нашему редактору Даже свою Визитную карточку Говорит Я устаю от людей И у вас нервная профессия Если что Звоните Вы нам тоже Обязательно позвоните Но через паузу Вместе пообсуждаем Что же делать Хорошо это или плохо Что профессионального спорта В России В Москве В Москве нет Ну и ждем по-прежнему Сообщений из других городов У вас В Сибири Да Во многих городах Будут все-таки Спортивные мероприятия Будете ли выходить Что вы еще напишите Россия не спортивная страна Все логично Так понимаю Правда ни от кого не добьешься А болельщики в итоге Без хоккея Болельщики в итоге Без хоккея К сожалению Да нормально все На праздники Можно выезда Пробить Не заморачиваясь Работает Так что все для фанатов Пряник пишет Ну пряник Фанаты Безусловно Идут особняком Кому-то действительно Радует такое Что можно там уехать Либо в Сибирь Либо еще куда-то И тот самый выезд Пробить Но мы говорим О раскручивании спорта В глазах людей В сознании людей Которые от спорта Далеки И вы понимаете Новогодние праздники Когда люди выходят Все-таки Стараются Я надеюсь на это Стараются выходить Из своих нор Да И смотреть Что еще в мире происходит Время есть Возможность есть А спорта профессионального Нету Нет возможности Влюбить в него Людей Которые до этого Были абсолютно Далеки При этом Я знаю Почему нет спортивных мероприятий Пишите вы еще Потому что на праздники Жители Москвы разъезжаются По своим городам Москва пустеет Да не пустеет Москва Это уже давно Такой миф В Москве пробки Вокруг Катка На Красной площади Огромный Не пробиться Абсолютно Именно про это Говорю Москвичей становится Чуть меньше А соответственно Гостей Столицы чуть больше И они остаются Без тех самых Мероприятий Спортивных Которые могли бы Посетить А как там За рубежом Естественно За рубежом Профессиональный спорт Кое-где В рождественские Неновогодние праздники Остается Давайте послушаем Дмитрия Сачкова Там где нас нет В России с большим размахом Отмечается Новый год В то время как в западных странах Основные праздничные мероприятия Приходятся на Рождество Для любителей футбола Это прежде всего знаменитый Боксинг-дэй В английской премьер-лиге Когда клубы устраивают Сумасшедший марафон С перерывом между матчами В пару-тройку дней При этом сам боксинг-дэй Это следующий день После католического Рождества Для представителей Английского футбола Это особое время И особая праздничная атмосфера Помимо британских островов Футбол в это время Иногда играют И в теплой Испании Любители автоспорта Следят в начале января За стартом Самого главного Ралли-марафона Дакара В предолимпийские годы В это время Нередко проходят Отборочные соревнования По игровым видам спорта За океаном На стыке старого года И нового Продолжаются матчи NBA и NHL Кроме того В хоккее Именно в эти дни Проходит великолепная Зимняя классика Как правило Матчи на открытом воздухе Играют 1 или 2 января 2017 год Откроется противостоянием Сент-Луиса и Чикаго На бейсбольном стадионе В Миссури Хоккея в эти дни Вообще много Помимо NHL Просыпается Континентальная Хоккейная лига Но самое главное Регулярно проходит Молодежный чемпионат мира В Национальной футбольной лиге Это американский футбол В первых числах января Как правило Заканчивается регулярка А спустя всего Несколько дней Начинаются матчи Первого раунда плей-офф Как мы видим Спортивных событий Действительно много И каждый болельщик Может выбрать мероприятие На свой вкус Там, где нас нет На все сто Очередной рассмотрим на запад И убеждаемся, что Попробуй Лиши английского болельщика И весь На перекусить в кафе Ведь мы часто торопимся Или приятно провести время В ресторанах комплекса В Кунцево-Плаза Каждый найдет то, что ему по вкусу При поддержке ООНКТЦ Партнер проекта Кунцево-Плаза Уникальное пространство для спорта Отдыха, развлечений И комфортного шоппинга Вас ждут ведущие мировые бренды Художественные выставки Концерты любимых артистов И детские праздники Каждые выходные Кунцево-Плаза Все лучшее к западу от Кремля При поддержке ООНКТЦ До Кубка Конфедерации Осталось 222 дня Спорт-ФМ Мы делаем спорт ближе А сейчас на все сто Ваше слово Итак, друзья, ура! Готовы вас услышать 2760-932 2761-932 Код города Москвы 495 Большое количество сообщений На вайбере и ватсап 892522222932 Продолжайте писать Напоминаю, Москва остается Без больших спортивных праздников На длинные Спортивные события На длинные новогодние праздники Ваши отношения 38,5% Этот вариант побеждает В нашем вопросе Считайте, что все логично Ибо в новогодние праздники Надо самому спортом заниматься И по паркам гулять Александр, здравствуйте Здравствуйте Я вот бы хотел с вами не согласиться С самой постановки вопроса Давайте Потому что Вот вы разделяете шоу И спорт Я вот, например Помню, когда Перед началом сезона Перед матчем Были очень хорошие концерты Например, помню Концерт Чаев И полстадиона собиралась И смотрела В пол В начале марта Это было, правда, великолепно Прекрасно Я знаю, о чем вы говорите Да, да, так Дальше Например Представитель Динамо Мне был задан Главный вопрос Не Почему Их сместили А что Динамо сделал Для того, чтобы Их матчи Были более популярнее Чем Новогодние шоу Вот, мне кажется В чем проблема Почему у нас нет Никакой рекламы Спортивной И никаких Особых представлений Просто Просто нет Понятно Спасибо Я ваше мнение понял Тут смотрите Я этот вопрос не задал Почему Потому что, в общем Ответ очевиден Домашняя арена Продана под шоу На целых На целый ряд Я сейчас просто боюсь Ошибиться в количестве дней По-моему, дней 13-14 Подряд идет То самое ледовое шоу И, естественно Оно Как ты ни крути Принесет гораздо больше денег Самому комплексу Нежели Три Даже три, допустим Домашних матча Хоккейного клуба Вопрос тут еще прекрасный Я хотел об этом сказать Зацепил еще И тоже это отметил Один из наших слушателей Кому принадлежат арены И это грандиозная беда Конечно, друзья Вот сейчас Футбольный Спартак Футбольный ЦСКА Владеют своими стадионами Конечно, они не устроят Концерт Даже восставшего Из рая Ильиада Майкла Джексона Допустим Посреди апреля Если такое предложено Потому что там будет домашняя игра Либо Спартака Либо ЦСКА А Спартак вот проводил уже концерты В июле Или в июне Там тоже не буду сейчас точно число называть Когда там до начала сезона Еще было какое-то время А тут Все вынуждены, так сказать, ютиться На общих правах Что-то концерт Что-то хоккейный клуб Мы тебя уважаем Но тут подвинься Потому что мы можем без тебя заработать Сергей, здравствуйте Добрый вечер Майя Москва Медь с 31 по, пожалуй, 15 января Совершенно пуста И поскольку я лично проведу праздники с семьей Точно вне стадиона Хочу встать на защиту всех Поэтому даешь Новогодние елки для москвичей И гостей столицы А спортсменам Как известно Тоже людям Возможность провести праздничные дни С семьей Поэтому каждому хоккеисту 10 дней Зимних выходных Дабы здоровье Сохранить А молодость хоккейную До 40 Продлить Светкуль пока Спасибо, Сергей Хотя хотел бы услышать ваше мнение Отправились ли бы вы на баскетбольный ЦСКА Тот же самый С семьей Новогодние праздники Ну и давайте еще звонок Андрея Послушаем Андрей, здравствуйте Да, доброго вечера Алло, слышно меня? Да, слышно, слышно Слушаем Да Ну, хотел Следующую мысль высказать Я очень люблю спорт И ситуация следующая Парки Лыжные Ломятся от людей Огромное количество Любителей лыж Катки Хотя уже часть катков Открыто скажу Да, конечно Открыто Людей очень много Ломятся От количества Вот я на бандитон хожу Да, людей тоже очень много Поэтому спорт в России Очень любят А то, что нету Новогодние праздники На площадках Ну, ничего страшного Сходим потом на баскетбол На хоккей, футбол И прочее Хорошо Хорошо Спасибо большое Услышали вас Вот ваш вариант ответа И побеждает Пока что Что в новогодние праздники Надо самому спортом заниматься По паркам гулять А на профессиональный спорт Сходим как-нибудь потом Ваше слово На все сто Давайте послушаем еще одно Очень авторитетное мнение Алексея Золина Ведущего программы Топ Спорт Леш, привет Здрасте Здрасте всем Дмитрий, тебе особенно Москва без больших Спортивных событий Все новогодние праздники Это плохо или хорошо? Это безобразие Это просто безобразие У некоторых людей Которые любят спорт Но вынуждены смотреть его Сидя на диване Да, потому что Поздно заканчивают работать И смотрят только то Что после 10 вечера Показывается в телевизор И не попадают У них единственная возможность Это новогодние праздники Попасть на хоккей На хоккей с мячом На мини-футбол Да куда угодно В результате Они не могут ничего посмотреть И в новогодние праздники Потому что в Москве Ничего нет Это безобразие Безобразие, на мой взгляд Это то, что мы с тобой В меньшинстве Тем не менее Люди Многие В общем Ребята Вы не сможете 9 дней Просто сами там Где-нибудь бегать В парках Или просто сидеть За столом Я понимаю, что кому-то Это удается Но это настолько скучно Что безобразно Еще и неправильно Если я говорю Если про 9 дней За столом говорить Что у вас через несколько минут У нас круглый стол Андрей Вячеславович Созин Представитель комитета по этике Ренат Саярж-Беллидин Заслужит тренер России И Дмитрий Валерьевич Хохлов Чемпион России Голландии Тренер Вот сегодня мы обсудим Сборную России В первую очередь Спасибо большое Ждем круглого стола Алексей Золин И только что Выше перечисленные гости И конечно же Артем Дроздов Будет весело Зажигательно Энергично Футбол естественно Препарируем Творчество Творческий подход Новый год к нам мчится Сто раз все случится Будет за что снится Опять нас обманут Ничего не дадут Вот так вот Что опять нас обманут Обманут Так поет Такие слова звучат В песне знаменитой дискотеки Доваривая не опять Но впервые в такой жестокой форме Нас ближайшие новогодние праздники Обманут Ни одного знакового спортивного события Ни единой рекламы Спорта высших достижений Ни возможности показать Что спорт это семейное событие Которое может и должно быть популярно У людей разного пола и возраста Это неправильно на все сто И мы будем еще на эту тему спорить Меня зовут Дмитрий Дерунец Услышимся Счастливо Реклама Ух ты! Жилой комплекс Баркли Медовая долина Дарит скидку 7% Квартиры от 1,8 млн Новая Москва 40 минут до центра столицы 933-400 Существует Дед Мороз или нет Главное Получить новогодние подарки Скидки для всех Баркли Медовая долина 495-933-400 Застройщику Logitech Проектная декларация на сайте Баркли МД.ру Внуковый Аутлет Вилладж Признан лучшим аутлетом Давайте спросим у покупателей Почему? Огромное количество мировых брендов И цены Есть из чего выбрать Всегда Скидки хорошие во всех магазинах И даже 70% Там очень уютно Такая европейская атмосфера И гардероб обновить И с детьми погулять И с подругами пообедать Это мой любимый торговый центр Внуковый Аутлет Вилладж Лучший аутлет по версии профессиональной премии CRE Awards 2016 в номинации Аутлет Фаза 2 Ждем вас Киевское шоссе Восьмой километр от МКАД Когда живешь в безумном ритме Мегаполиса Начинаешь ценить время Время для себя и родных Для спорта и шопинга Это ваше время Ваше время Жить в комплексе апартаментов Букинист На юго-западе столицы Всего от 4 миллионов рублей Комплекс апартаментов Букинист От строительного концерна КРОСТ Цените свое время Телефон 795-08-88 Код города 495 Проектная декларация На сайте крост.ру Не просто бурить скважины Глубиной в километры Зато эти километры Легко проехать Заправившись на ближайший АЗС Статнефть Чтобы построить Ультрасовременный Нефтеперерабатывающий завод Уходит годы Зато на годы вперед Мы уверены в качестве Нашего уникального топлива АЗС Статнефть Заправляем с уверенностью Мир бокса представляет 3 декабря Арена Мегаспорт на Ходынке Бой за звание чемпиона мира По версиям WBA и IBF Денис Лебедев Против Мурата Гасиева Билеты на сайте По номиналу.ру По телефону 8495 228 2080 12 плюс Квартиры в новом жилом комплексе Мой адрес На Дмитровском 169 Продажи открыты Всего 7 минут От станции метро Алтуфьева Дома построены Квартиры от 3 миллионов 800 тысяч рублей Жилой комплекс Мой адрес На Дмитровском 169 135 26 00 135 26 00 Код города 495 Мойдефис адрес .рф Мойдефис .рф Жилые комплексы Москвы Мой адрес Телефон рекламной службы Спорт-ФМ 620-46-64 Код Москвы 495 Настоящий мужчина не может избегать спорта Если он любит женщину Мой адрес Субтитры подогнал «Симон» Мой адрес Мой адрес